это действует даже на тех людей которые не верят то есть это курорт который должен ближайшие годы быть как бы противопоставлен израилю и иордании наверное скажу что это почти чудо меня зовут доктор архан абдулаев я работаю дерматологом в отеле garabakh resort and spa первоначально приехал в феврале 2015 года и честно говоря по приезду я ничего не знал на основании поначалу я может думал что какой-то эффект плацебо потом впоследствии я понял что это действует даже на тех людей которые не верят я помню немцев которые болели ревматоидом артритом на протяжении лет 20 как они сидели на метатриксате как мы знаем это препарат от рака цитостатик да ничего практическим не помогал даже гормоны не помогали никакого санаторно-курортное лечение не помогало ну и здесь им как ни странно помогло вот тогда я поверил сам лично поверил на в талант это было в апреле в мае 2016 года до именно если направить лечение на псориаз на кожные заболевания и на опору заболевания опорно-двигательного аппарата тут на первый план всегда выходил в принципе израиль и ордания с за счет чего за счет морской воды в принципе только за счет этого морская вода и солнце солнце если в азербайджане достаточном количестве морская вода не всегда помогает при лечении именно псориаза и здесь люди начинают искать в интернете чаще всего информации мало к сожалению и находят нафталан то есть я не знаю например каких-то других санаториев которые способны лечить именно псориаз на очень хорошим профессиональном уровне и там имея какие-то действительно хорошие проценты в своих результатах минеральные воды особо не помогают и синтуки минводы пятигорск нет по-моему там не лечит даже особо псориаз то есть это курорт который должен ближайшие годы быть как бы противопоставлен израилю и иордании в лечение именно кожных заболеваний я так считаю эффект в той или иной степени всегда наблюдаются для девяносто процентов гостей это так все-таки человек еще должен прежде всего знать о том что кроме показаний есть еще и противопоказания по меньшей мере нафталан как минимум токсично действует на всякие миомы фибромиомы кисты полипы то есть разного рода новообразования как доброкачественные так и злокачественные насчет этого надо особенно быть бдительным и не пропустить это то есть все люди должны заранее уже знать о своих проблемах если они не знают и не догадываются о своих полипах кистах в принципе наверное все таки людям рекомендуется пройти в своем родном городе просто узи не обязательно мрт просто узи брюшной полости хотя бы для начала какой-то скрининг сделать что посмотреть есть там камни полипы кисты ну и маммографию возрастных ограничений нет есть ограничения связанные с возрастными заболеваниями то есть прежде всего это сердечно-сосудистые заболевания если человек находится в стадии декомпенсации например ишемической болезни сердца то разумеется нафталант как и любая в принципе тепловая процедура здесь речь не идет о нафталане сугубо что он может нафталан ему нельзя в есендуке ему можно или в карлову вары нет в принципе тепло ему противопоказано потому что во время тепловых процедур сосуды сжимаются и давление поднимается гипертоники они если в стадии декомпенсации у них постоянно даже при лечении давление 180 на 120 например то им разумеется не рекомендуется принимать системные скажем нафталановые ванны может принять обертывание аппликацию в той или иной степени на какой-то участок тела не более был такой случай интересный да это было летом поздним летом это был август он приехал из нью-йорка прямой рейс нью-йорк-баку 80 лет один никого не знает впервые вообще постсоветской стране я на него смотрю и думаю зачем он приехал сюда то есть так далеко у него действительно была наверно какая-то цель я в интернете прочитал что нафталан лечит игра что позвольте узнать он лечит что надо мне лечить и он показывает мне ноги которые чешутся просто чешутся там какая-то слабая сыпь и следы расчесов видны я думаю ладно меня этим не удивишь а почему-то из америки сюда приехал где объездил 50 врачей в америке в коста-рике в мексике в гаити и нигде не нашел лечение его действительно так сложно начиная от перекиси водорода кончая гормонами его обмазывали все тело и ничего эффекта никакого а тут выясняется что у него высыпания такие парные между высыпаниями есть такой маленький ход канал такой интересный и подумали мы что возможно у него чесотка конечно красная лампочка у меня в голове зажглась тревога тревога у нас в отеле чесоточный клещ но под микроскоп посмотрели со скоб взяли да чесотка и таки думаю господи в америке прозевали чесотку 50 врачей ну да наверное для них это тропическая болезнь какая-то которая не особо знают чп в нью-йорке чесотка но он из африки в африке работал вернулся нью-йорк там выявилась скажем так составе нафталаном и содержится сера которая может вылечить чесотку я не скажу слова чудо потому что я не верю в чудеса наверное скажу что это почти чудо вот Субтитры создавал DimaTorzok